всем шалом друзья я вас всех приветствую хочу с вами сегодня поговорить на такую тему тему великой скорби собственно то чем сейчас все рассуждают применяют примеряют и стараются рассмотреть что это такое о чем сказал христос ведь мы с вами все хорошо прекрасно знаем слова христа который он сказал матфея 24 21 ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет то есть в общем то такие вот слова вот и они выглядят скажем так пугающе потому что не было от начала мира и они охватывают как бы вот всю землю но как известно в писании бог использует такой принцип ну или он открывает нам этот принцип и говорит что нет ничего нового под солнцем чтобы нам понять что сюда вложено и в каком-то смысле понять что нас ждет и кого как и когда ждет хотя бы отчасти не в деталях конечно но хотя бы принципы мы с вами должны посмотреть в писании в прошлом чтобы нам понять что иисус вложил сюда в эти слова что и шоу вложил эти слова что будет скорбь который не было от начала мира и так вот эти слова великая скорбь писания встречаются три раза сам господь об этом говорит евангелиях и записано и второй раз мы встречаем деяниях давайте по порядку деяния 7 глава 11 стих и пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую и отцы наши не находили пропитание я хочу вам показать уровне которые будут входить великую скорбь уровне людей уровне скорби и за что эти люди будут скорбить давайте значит по порядку бы и будем разбирать значит я еще раз повторю и пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую и отцы наши не находили пропитание здесь мы видим что вернее мы помним с вами что иосиф был продан в рабство братьями своими вот но это был замысел бога чтобы спасти их от голода но ведь продажа иосифа была в рабство благодаря их не зависти они завидовали что бог его избрал что он видит какие-то сны пророческие что еще он сказал ему придут и поклонятся ну то есть они завидовали то есть они завидовали и в итоге они иосифа предают бог иосифа готовит сначала иосифу становится плохо ведь ему стало плохо но благодаря тому что иосиф оказывается там и скорбит и терпит то со временем он становится только лучше то есть до этой великой скорби вот нынешние великой скорби есть люди или группу людей которые так или иначе понимали и понимают которых бог избрал к этому что будет для того чтобы пропитать прежде всего духовно и каком-то смысле открыв то что надо людям физически он избрал бог но у людей как всегда у братьев этих людей всегда возникает зависть то есть в избрании люди невидовато если бог кого-то избирает или группу людей или просто человека или людей так или иначе и в этом только как говорится как говорится ответственность бога человек за это не отвечает бог избирает потому что он так решил избрать иосифа у него были на то планы свои и иосиф страдает скорбит пока он не пришел в ту меру для которой он и был предназначен не занял второе место после фараона он был подготовлен после этого приходит голод и так мы видим оттенки людей которые верующие люди которые получат голод это часть великой скорби будет физический голод и будет голод духовный вы видите категорию лиц которым предстоит пройти голод физический во время великой скорби нашего времени и голод духовно это одна категория лиц и они скажем так наименее пострадавшие наименее пострадавшие потому что именно эту категорию лиц бог и предназначил спасти через иосифа то есть через рабов своих которых он избрал или через группу лиц которых он избрал по всему лицу земли и подготавливал тому чтобы прокормить прежде всего духовно а потом через это открыт глаза к тому чтобы пришло пропитание и физическое вот через это они будут все равно спасены на кормлю но они будут терпеть какое-то время голод вот следующий кластер так или класс людей которые писание упоминает о великой скорби это откровение 7 извиняюсь 2 глава 20 23 стихи я засчитаю этот кусочек и потом выделила что на что хочу обратить ваше внимание но имею немного против тебя это господь говорит потому что ты попуская жене и завели называющийся пророчеству то есть она учитель она пророчествует людям то есть она чем-то учит вводить заблуждение рабов моих она вводит заблуждение рабов божих учит любодействовать вы помните веном благодеяния вавилон в веном благодеяния там цари земные народы то есть благодеяние в данном случае хотя можно применить как физически там стоит слов к физическому буду можно применить но это чаще вот вавилон был дизайн напоился народа это когда ты богу изменяешь с чем-то мирским сатанинским с дьявольским с ценностями или богами вот об этом идет любодействие здесь также речь и есть идола жертвена и что-то чем-то научила скверняться еще и физически таким вот образом и бог говорит я дал ей время покаяться в любодеянию но она не покаялась и вот я повергаю на отдых то есть бог повергает ее на отдых на постель на ложе в болезни и любодействуешь с нею в великую скорбь это третий случай когда упогнается великая скорбь повергаю говорит господь в великую скорбь и если не покаются дела своих и детей ее поражу смертью и разумеют все церкви что есть испытывающие сердца и внутренности и воздам каждому из вас по делам вашим и так мы с вами видим второй категории даже тут третья категория сейчас поясню есть такие учителя их сейчас много они наполнены в общем то они по всей земле они наполняют все общины церкви как вы это не назовите что они делают они вводят в заблуждение рабов божьих они называют себя пророками учителями они учат любодействовать царями земными они учат есть оскверненного применять в жизнь свою всякие демонические ели и вот и бог повергает за это их в великую скорбь скорбь на одр ложа смерти предсмертная ложа все вы помните в откровении эти места описываются так что они будут кусать языки свои страдания в муках и будут хулить бога вот и написано не раскаялись в делах рук своих и не раскаялись бог будет ждать раскаяния его желание чтобы они раскаялись цель великой скорби привести к покаянию кого только возможно кого через голод как братья иосифа они все-таки пошли и смирились перед волей божией потому что бог его избрал а бог хотел чтобы они смирились сразу и все было бы хорошо но нет они смирились через голод так вот одних он людей смирит во время вот этой великой скоби через голод духовный физический и они смирятся перед всякой волей божией подчеркиваю перед всякой истинной божией вторая группа людей они в более страшном состоянии они попадут на ложе смерти они принимают в себя демонический елей который называется начертание в библии харагма за это они будут мучиться как от укуса скорпионов за это по ним пойдут язвы и они будут кусать языки и бог все равно будет ждать их к нему в раскаянии это цель и наказание одновременно как мы видим по Изавеле бог говорит я повергаю ее на удр в великую скорбь но обратите внимание что это потом связано в этом месте про детей дальше идет про детей если не раскается и детей ее поражу смертью все знают о существующих законах которые коснутся детей я даже не буду расшифровывать все буквально знают и могут перевести на библейское понимание и нынешнее время что может коснуться детей так вот те которые учит плохому в заблуждение вводят учит любодействовать со князя мира сего учит принимать демонический елей то есть они раскаются вовремя то бог говорит помимо их не скорбей постенит их детей дети будут поражаемы итак голод духовно-физически терпит одна группа людей у них самое легкое прохождение этого пути они смирятся как перед 8 он так и перед богом перед всякой волей божией и перед всякой истинной настоящей истинной не той которую они хотели бы видеть и той которую они хотели бы слышать для своего ласкательства их ушей они смирятся перед тем что вот есть так как есть они признают и вот то боже это боже и так далее и бог их в итоге прокормит и духовно и физически со следующей группы я говорю и еще сложнее они попадают в разные болезни во-первых от принятия демонического елея во-вторых от болезней которые насылаются в этот мир для того чтобы вызвать панику страха чтобы людей направить для принятия демонического елея чтобы они искали защиту князя мира сего или у бога вы помните царю аса который просил защиты царя сирийского вместо того чтобы защитил его бог и в итоге бог ему ответил отче господа обозревают всю землю чтобы поддерживать сердца тех тех чьи сердца вполне преданы господу то есть бог его упрекнул бог его упрекнул и вот эти люди видя панику страха какие-то болезни какие-то недомогания которые в мире насылаются даны от князя мира сего в этот мир на людей разными путями и методами они избирают защиту у князя мира сего как аса избрал у царя и бог упрекнул что я обозреваю всю землю чтобы поддерживать тех чьи сердца вполне преданы ему то есть он готов поддержать защитить но люди не верят они верят царям сирийским то есть они верят человеческой защите и они подвергаются болезням и и есть еще другая категория людей ну как я уже коснулся тип категории иосифа которые учат готовят кормят то они сами проходят перед этим через скорби для того чтобы накормить других людей так не бывает чтобы иосифа бог поставил во главе чего-то кормить и перед этим не провел иосифа через скорбь то есть иосиф прошел через большую скорбь чем пройдут его братья ну сами помните из писания это прежде чем кормить кого-то и и господь его испытал и очень серьезно испытал вот братьям пришлось терпеть меньше хотя вот и мы смотрим на тех людей которым бог обещал что как ты сохранил слово терпения моего то я тебя проведу в других переводах правильно перевели не адгатин искушение а проведу через трудные времена в этих искушениях ну вот если вот таким русским принятым языком я переведу скорее всего вот такой знаете уже выдержку и сразу переводу проведу тебя через годину искушение которое грядет на всю землю чтобы испытать всякого живущего на земле вот и мы с вами вот такие обетования прочитаем псалом 32-33 я выборочно прочитаю вот око господне над боящимися его то есть к царю сирийскому они не собираются прибегать боясь принимать демонические елей боясь каких-то болезней вот господне вот око господне над боящимися его и уплывающими на милость его что он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их дальше я выборочно зачитываю 32-33 псалом даже стихи не называю можете перечитать бойтесь господа святые его ибо нет скудости убоящихся его скимны бедствуют то есть юноша скимны бедствуют и терпят голод а ищущие господа не терпят нужды ни в каком благе дальше очи господне обращены на праведников и уши его квоплю их но лицо господне против делающих зло чтобы истребить земли память о них взывают праведных и господь слышит и от всех скорбей их избавляет их то есть мы видим с вами божье обетование во всем писании что великая скорбь никогда не распространялась на всех людей нет у нее есть группы людей с которым бог проводит работу одних он просто скрывает потому что они не предназначены к тому чтобы скорбить потому что они уже что-то поскорбели и вот мы их я перечитаю чтобы понять как бы запомнить вот око господне над боящимся его и упывающим на милость его что он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их и это обетование во время голода когда братьев коснулось как говорит апостол и отцы наши не находили пропитания то он пропитает их это обетование вот таким образом мы с вами видим несколько уровней великой скорби связанных с голодом и эту группу я обрисовал вам рассказал привел в писание примеры чтобы вы поняли что я не выбираю с головы мне кажется вот так должно быть нет мы берем с вами историю библейскую историю рассматриваем в свете и перекладываем на наше время также другие уровни это те которые принимают демонические ели и бог ждет от них раскаяния но они принимают это потому что но учили они как изавель пророчица ложная учит в заблуждение ворит народ и народ заблуждается вот он говорит повергаю ее и любодействуй с ней то есть кто ее слушал и верил он всех повергает на одр болезни предсмертные такие муки и они будут кусать языки свои от боли от этого начертания от язвы к сожалению там написано что не раскаялись возможно это будут единицы единичные случаи возможно я очень на это надеюсь но я вам точно могу сказать что бог ждет покаяния если кто-то будет каяться на разном этапе на первом на втором или на третьем на любом этапе если он сможет покаяться я еще раз подчеркиваю сможет то бог его безусловно исцелит и простит возможно с последствиями исцелит возможно ну с издержками исцелит я имею ввиду он хапнет от плодов необузданности своей не веря богу но господь помилует так он на основании христе устроил если он избранный то выделить его как головню из огня то есть потерпит урон сам потерпит урон но непременно желание это может возникнуть покаяться только у избранных у пшеницы которая вдруг заблудилась запуталась и так далее не ботствовала но точно не постигнет это желание раскаяться у плевел они так и будут до конца идти пока господь не придет их не остановит ни язвы ничего просто будут кусать языки свои все вот дорогие друзья на этом я заканчиваю всех благ вам с богом и вот вот я